Здравствуйте, мои дорогие друзья! Рад приветствовать вас на канале Амазония Дрим. По результатам опроса в сообществе канала, третье место на голосовании заняла помпа компании Хэйм. И сегодня, друзья мои, я хочу сделать с вами распаковочку этой помпы и немного потестировать ее в аквариуме, посмотреть, что она собой представляет. Так что усаживайтесь поудобнее, поехали! В общем, друзья, эту помпу для обзора любезно предоставил интернет-магазин Аквапрофи.com.ua, который является официальным дистрибьютором торговых марок Хэйм и Акванова в Украине. Под этим видео я оставлю ссылочку на саму помпу, оставлю ссылочку на другую продукцию компании Хэйм, ну и, соответственно, на сам интернет-магазин. Заходите, смотрите. Ну а для всех зрителей канала, интернет-магазин Аквапрофи согласился сделать бесплатную доставку на любую покупку свыше 500 гривен. Все это действует до 28 февраля 2019 года, так что поспешите приобрести себе хорошую и качественную продукцию. В общем, друзья, циркуляционная помпа Хэймстрим-Он плюс 9500. Я так понимаю, что это новое поколение циркуляционных помп от этой компании. И в сегодняшнем обзоре я хочу с вами разобрать ее полностью и посмотреть, что у нее находится внутри, и, соответственно, потестировать ее в аквариуме. Давайте распакуем и посмотрим. Ну что, коробочка, как всегда, с хорошего кордона. Я уже делал обзоры на продукцию компании Хэйм. В частности, там были, по-моему, фильтры. И, ну, всегда компания радовала своей упаковкой и радовала качеством своей продукции. Посмотрим, что же нам сегодня приготовил Хэйм. Значит, фактически здесь в коробочке, коробочка-то маленькая, и здесь в коробочке находится всего-то помпа, к ней крепление и инструкция, друзья. Значит, есть гарантийный талон, гарантию Хэйм на свою продукцию до 3 года, и, соответственно, мануал, мануал на всех языках, включая русский, то есть любой русскоязычный человек сможет прочитать, но книжечка, видите, да, достаточно толстая, и чтиво такое достаточно серьёзное. Так, друзья, что ж, сама помпа состоит, она из двух частей, точнее, из трёх. Значит, здесь магнит крепления, который крепится с внешней стороны аквариума, соответственно, магнит крепления, который крепится с внутренней стороны аквариума, и, собственно, да, магнит такой достаточно хороший, сам прицепился, поймал. Ого! Ребят, не могу разорвать. Ничего себе! И, собственно, сама помпа, друзья. Значит, на креплениях, что интересно, есть вот такие вот зазорчики, ручки, для того, чтобы было удобнее оторвать от стекла всё это дело, как бы хорошо продумали ребята. И на креплении, что в одном, что в другом, есть такие резиновые вставочки, резиновые амортизаторы, то есть, которые, чтобы пластмасса, пластик не прикасался стеклу, а именно резиновые вставочки, и которые амортизируют всё это дело вот таким вот образом. Я думаю, сниму ближе и покажу вам всё это. Так, друзья, значит, крепится помпа очень просто. Мы закручиваем саму помпу в крепление. И вот так, друзья мои, всё это выглядит уже в собранном виде. Подсоединяем магнит. И всё. Скажу честно, ну, скажем так, забегая немножко наперёд, наверное, я ещё помпу саму не тестировал, но уже проверял магниты. И скажу вам откровенно, что на стекле в 4, в 6 и в 8 миллиметров этот магнит держится превосходно. На стекле в 10 миллиметров он держится не то чтобы превосходно, но достаточно хорошо. А вот уже на стекле 12 миллиметров, ну, такое, друзья, магнит мог бы быть и сильнее. Но хотя сам производитель заявляет, что вот этот магнит предназначен для стекла от 6 до 12 миллиметров. Но скажу откровенно, 12 миллиметров, ну, крупная рыба, точно её будут таскать по стеклу, вот эту помпу, если вообще она не отвалится. Что ещё, друзья, здесь есть крепление для кабеля. То есть, чтобы кабель не болтался по аквариуму, его можно вот здесь вот зацепить и аккуратненько всё это вывести из аквариума. Значит, сама помпа регулируется таким образом, самим креплением. То есть, мы слегка послабляем крепление и, соответственно, задаём направление, в которое помпа должна дуть. Что мне не нравится, смотрите, друзья, вот если у нас стоит стекло, то помпа может работать только под углом 45 градусов, влево-вправо, вверх-вниз. Ну да, где-то примерно 45 градусов. То есть, опустить её ниже, либо поставить выше, у вас не получится. Но это минус. Ну, хотя, с другой стороны, если взять вот это крепление само по себе, если вы его хорошо затянете, то даже крупная рыба, вот смотрите, видите, крупная рыба таскать её вот, туда-сюда её таскать не будет. То есть, она достаточно хорошо держится, вот это вот шариковое крепление. Значит, относительно ещё помпы. Ну, как всегда, у Эхейма всё сделано из очень хорошего пластика. Здесь вот есть, значит, есть такой переключатель. Соответственно, он переключает, закрывает вот здесь решётку и открывает решётку для того, чтобы, я думаю, рассеивание было либо больше, либо целенаправленно. Это Эхейм хорошо продумал. Это мне очень нравится. Значит, в отличие вот от других помп, которые мне доводилось держать в руках, это разбирается без проблем, и можно без проблем достать и заменить ротор. Значит, ротор идёт на металлической оси, что для Эхейма, конечно, не совсем хорошо. Лопасти его, ну, сделаны, ну, такие, такое. Я бы не сказал бы, что это очень какой-то там хороший пластик. Но, тем не менее, друзья, я думаю, Эхейм плохого бы не сделал. То есть, ну, порадовало то, что вся эта конструкция разборная, она без проблем разбирается, и вот на такие вот защёлочки крепится всё по сторонам. Можно добавить ещё тот факт, что сама помпа потребляет всего-навсего 12 Вт, и производителям заявлена мощность от 6,5 до 9,5 тысяч литров в час, друзья мои. Вот такая вот малютка с такой мощностью. Причём, вот я смотрю сейчас на её цену, и хочу вам сказать, что цена просто смешная. Меньше 100 долларов 2250 гривен за вот такую помпочку, это очень дёшево. Если она оправдает ожидания по мощности в аквариуме, это просто бомба. Но, друзья, это была бочка мёда, а сейчас ложка дёгтя. Дело в том, что эта помпа не имеет контроллера, и мощность самой помпы ничем никак не регулируется. То есть, та мощность, которая вот заявлена, максимальная, с той мощностью эта помпа будет работать. Если же вы хотите подсоединить эту помпу к контроллеру, то вам его нужно купить отдельно, и цена его тоже далеко не самая дешёвая. Хотя, в принципе, я вот смотрел на сайте Аквапрофи, есть у них в продаже контроллеры, их цена приблизительно такая же, как и цена этой помпы. С той лишь разницей, что к этому контроллеру можно подключить не одну помпу, а несколько. То есть, там есть два гнезда, к каждому из этих гнёзд можно подключить помпу мощностью до 100 Вт. То есть, даже если, к примеру, у вас, например, есть там 5 вот таких вот помп по 12 Вт, вы можете смело их подключить на одно гнездо. И, соответственно, управлять 5 помпами одновременно с помощью этого контроллера. Ну, то есть, как бы, здесь их я им хорошо очень придумал с маркетинговой стороны, потому что вот вам помпа, хотите управлять туда-сюда, играть мощностью, покупайте отдельно контроллер. Ну, и, соответственно, к уже контроллеру можно подключить больше помп, друзья. Что ж, в принципе, говорить об этой помпе больше нечего. У меня уже просто руки чешутся её погрузить в аквариум и посмотреть на её мощность. Давайте же приступим. В общем, друзья, смотрите, тестировать эту помпу мы будем в нескольких режимах. Под верхом аквариума, под низом аквариума, с открытой решёткой, с закрытой решёткой. Потом я протестирую эту помпу ещё, как она дует вверх аквариума, если снизу вверх поддувать. И, наконец, попробуем её потом поставить в двухметровый аквариум и посмотреть, как на неё отреагирует рыба. Как вы видите, в данный момент помпа аэропорта это в 200-литровом аквариуме, под верхом аквариума, где-то сантиметров, ну, может, максимум 5 отверха аквариума. И, как видите, она изрядно затягивает воздух. Так, я открываю решёточку, друзья, и посмотрим, раздувает ли она в стороны воду, либо тоже так же целенаправленно подаёт поток. Ну, вот я даже пробую, оно слегка так на стороны даёт течение. Но, тем не менее, основное течение всё-таки, посмотрите на пальцы, течение достаточно хорошее. И всё-таки основное идёт вперёд. То есть, закрывая, открывая эту решётку, в принципе, он практически ничего не меняет. Хотя нет, друзья, вы знаете, что когда закрывается решётка, течение у помпы уменьшается. Ну, ещё раз. Да, друзья, когда я открываю решётку, течение становится сильнее. С помощью этой решётки можно регулировать мощность самой помпы. Я думал, она предназначена для другого, но, как оказалось, что всё-таки мощность помпы зависит от закрывания и открывания этой решётки. И да, друзья, я действительно удивлён. Вот эта вот, видите, серенькая в центре, серенькая такая вот защёлочка. Ею как раз и регулируется мощность помпы без контроллера. То есть, фактически, контроллер к этой помпе можно и не покупать. Единственное, что у вас не получится во время кормления её отключать, но это как бы уже совсем другая история. Я поставлю эту помпу на дно. Хочу вам показать мощность помпы, как она работает. Вот смотрите, друзья. Если вы помните, мы тестировали подъёмную помпу от Акванова, но вот это приблизительно то же самое. Достаточно хороший напор. Правда, сказать, что здесь... Сказать, что здесь 9000 литров я не могу, к сожалению. Потому что Акванова примерно такой же напор давала при 5000 литрах. Друзья, я установил помпу в аквариум. Значит, открыл там заборную решётку. И хочу посмотреть, как на это всё дело отреагирует рыба. Ну, вот вы сейчас можете видеть реакцию. Рыбка испугалась. Я сегодня здесь отсюда ловил челленджера. И, возможно, с очком здесь колотил. И, возможно, они просто пугаются, потому что я какие-то там манипуляции делал в аквариуме. Вот, собственно, как реагирует рыбка. Цехла забилась в угол. Аравана. Единственное, кто не боится этой помпы, это, друзья, Аравана. Красавица моя. Что ж, в принципе, снимать-то здесь больше нечего. Проверить мощность мы проверили. Помпа дует достаточно хорошо. Я бы даже сказал, отлично. Но у меня, как вы видите, дно чистое. И сдувать здесь нечего. Ну, даже не знаю, друзья мои, как еще можно проверить помпу течения. Разве что оставить ее на несколько дней, чтобы она здесь постояла. И, соответственно, посмотреть, как будет реагировать рыбка. Будут ли отложения. Ну, хотя у меня здесь, в двухметровом аквариуме, вот там, видите, стоит одна помпочка обычная Venus Aqua. В этом углу стоит Aquaele Turbo 2000. И, в принципе, этих двух внутренних помп, внутренних фильтров, головок. Не знаю, как правильно назвать. В общем, их здесь полностью хватает. Пока что помпа работает. Я оставлю ее поработать. И, скорее всего, уже завтра досниму этот ролик до конца. И выскажу свое мнение вообще, что я обо всем этом думаю, друзья. Ну, вот опять еще раз покажу вам, как реагирует на эту помпу рыба. Как вы видите, уже понемногу подплывает. Но все равно теряется немного. Вот позабивались в угол, боятся течения. Ну, это нормальная реакция рыбы, на самом деле. Это первоначальная нормальная полностью реакция рыбы на новое течение, на что-то новое в аквариуме. И этого не стоит бояться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров 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 А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова